Стритбол родился в бедных негритянских кварталах США в 50-х годах прошлого века. И так как этот вид считается детем улицы, турниры принято проводить под открытым небом. По правилам соревнований в команде триполевых игрока и двоезапасных, продолжительность встречи до 10 минут. Погода в этот день не позволила уличным баскетболистам насладиться игрой. Из-за сильного ветра приходилось постоянно корректировать броски. Турнир открыли сборные ОМК и Рудстроя. Чего ждать друг от друга эти команды пока еще не знают. Для строителей это первая летняя корпоративная спартакиада. А потому они как темные лошадки с непредсказуемой тактикой. Тем не менее, счет игры открыли хозяева поля. Спустя несколько секунд пополнили его. И подобная ситуация повторилась еще не раз. Пока металлургии прибавляли в счете, сборная Рудстроя набирала фолы. На шестой минуте счет составил 6-0 в пользу ОМК. Чуть позже строители смогли отыграть одну очко. Но лишь одно. ОМКовцы продолжили свою беспощадную бомбардировку. Что вылилось в довольно внушительный разрыв в счете. 11-1 в пользу Оскола. Во встрече команд управляющей компании и уральской стали счет открыли новотрайчане. И стремительно взялись пополнять свою копилку заветными очками. Нужно отметить, что сборную ОМК отличает прекрасное взаимодействие. Потому из аутсайдеров они очень быстро переквалифицировались в лидера. Вскоре Уралу пришлось брать тайм-аут. На девятой минуте счет сравнялся 6-6. А за пять секунд до конца встречи стритболисты управляющей компании совершили еще одно точное попадание. Перетянув фортуну на свою сторону 7-6 в пользу ОМК. Пожалуй, самой напряженной встречей первого дня среди стритболистов оказалась дуэль сборных Лебединского и Михайловского ГОКов. Напомним, что железногорские спортсмены были победителями, а горники из Губкина – бронзовыми призерами. По этому виду спорта в корпоративной спартакиаде 2016 года. То есть перед нами две сильнейшие команды. И они не хотят идти на компромисс. Итак, первыми точное попадание в корзину совершили лебединцы. И на этом останавливаться не стали. Ко второй минуте игры счет на табло демонстрировал преимущество Лебединского ГОКа 2-0. Чуть позже губкинцы заработали себе еще одно очко. На шестой минуте встречи Михайловцы переломили ход событий. Но, правда, ненадолго. Последняя минута встречи выдалась очень нервной. 27 секунд до финального свистка. Михайловский ГОК получает 10-й командный фолл. А лебединцы совершают еще два точных попадания. В итоге с большим перевесом обыгрывают победителей прошлых лет 9-2. Да, Михайловский ГОК уже давно фаворитом считается. Всегда призовых. Ну, у нас сегодня задача была побыстрее начать игру. И они не ожидали, что мы так быстро будем играть. Много проходов под кольцо, меньше бросков. Потому что ветер сегодня не позволял нам хорошо сыграть. Если не был ветер, мы бы еще лучше сыграли. С дороги первая игра, она всегда тяжелая. Тут каждая команда соперник. То есть все друг друга достойны. Здесь нету намного головы выше или ниже. Есть только все равные команды. То есть нету там игроков в суперлиге и тому подобное. То есть не для нашего уровня. Все одинаково играют. Все хотят победить. Чего я им пожелаю удачи. И поменьше травм. Седьмая корпоративная спартакиада, пожалуй, принесет немало сюрпризов. Команды заметно усилились. Стритболисты Уралмиткома, как и предыдущие сборные, достаточно ярко продемонстрировали свою готовность к бескомпромиссной борьбе. Как, например, во встрече со сборной Рудстроя. К шестой минуте счет игры уже составлял 6-1 в пользу металлоломной компании. На девятой строители попытались отыграться, повторив точный бросок и на последних секундах матча. Правда, обыграть металлургов им все-таки не удалось. 9-3 и Уралмитком почивает на лаврах. Состав частично поменялся, как и все года. Кто-то приходит, кто-то уходит. Мы пытаемся находиться в связи с новыми ребятами. Соответственно, и старые тоже не забываем. Кого вы здесь боитесь? Ну, как обычно, это ОМК, Лебединский ГОК. Ну, команды все очень сильные. Конечно, пару-трой команд выделяются. А в целом команды все достаточно хорошего уровня. Все, я так понимаю, любители, профессионалы, спортсмены. Очень здорово, очень здорово. Мне все нравится. Я первый раз на таких соревнованиях. Я доволен. А чем вы довольны? Спорт, солнце. Мне все нравится. Я люблю играть в баскетбол. Я с детства играю в баскетбол. Мы надеемся, как и все, на победу. Ну, а там как Бог даст. Стойте вперед! Влад, Влад, давай! Хороший, Голин, хороший. Ура! Предпоследняя встреча первого игрового дня запомнится, пожалуй, своим счетом. Но обо всем по порядку. На площадке сборные ОМК и Уральской стали. Уступать друг другу никто из них не собирается. Это стало понятно с первых секунд матча. Счет открыли «Металлургия», но команда из Новотроицка долго без ответа не оставалась. Что дальше изменило ход событий, непонятно. Дружина ОМК стала стремительно набирать очки. И уже к третьей минуте счет составил 4-1 в пользу Оскола. Первая пятиминутка прошла с полным доминированием принимающей стороны. Изменить ситуацию не помог и использованный уральцами таймаут. Хозяева поля не снижали давление до самого конца встречи, обыграв уральскую сталь с огромным перевесом. 12-4. Нервная и довольно дерзкая встреча состоялась между стритболистами, управляющей компанией и лебединского ГОКа. Команды долго не могли открыть счет. На табло копились только фолы. Нарушения допускали обе сборные. Изменить ход игры удалось только к седьмой минуте. Первым результативным броском отличились спортсмены, управляющие компанией. Тогда лебединцам пришлось подсобраться и ответить тем же. Вскоре Алексей Кривоченков принес команде из Губкина еще одно очко. С этого момента спортсмены в синей экипировке завелись не на шутку, начав беспощадно атаковать соперников. Пятый результативный бросок они совершили на последних секундах встречи. Их оппонентам удалось заработать только одно очко. Скажите, рост имеет значение вообще в этом деле? Ну вообще в целом да, конечно. То есть мне приходится отпахивать куда больше, чем высоким ребятам. То есть грубо говоря бегать быстрее, прыгать выше. Ну я просто играю разыгрывающего. Ну и потом вы же меня в кадре можете подмонтировать, чтобы я был двухметрового роста, да? Вот, как-то так. То есть вам ничего не мешает? Нет, мне ничего не мешает. Самая главная уверенность в себе и стремление к победе. Резюме первого игрового дня по стритболу выглядит таким образом. По две победы одержали спортсмены Лебединского ГОКа и ОМК. Одна на счету сборной управляющей компании Урудстроя и Уральской стали по два поражения. Команды Михайловского ГОКа и Уралмиткома провели по одной встрече. Железногорцам этот день не принес положительного результата. А металлоломная компания одержала верх в одном матче.